так друзья наступило наше время время чудес чем она хорошо попробуйте еще найти такой вебинар который начинался с чудес чудеса это наше призвание чудеса это наша любовь чудесам чудеса волшебство это часть нашей жизни многие из вас низкий поклон за ваш неоценимый труд пишет мне и санкт-петербург и ирина самуэллона желаю всех земных благ вот я благодаря таким пожеланиями живу ну и смотрите каждый раз я начинаю с этого то чего не может быть никогда вот весь садовый мир постепенно делится уже не по признаку профессионалы пропускники темирезы и прочих против любителей металлургов и так далее строители и энергетика нет уже не по этому признаку сейчас убедитесь в этом привет из санкт-петербурга так вот я получил поздравление вчера и у меня был профессиональный праздник день металлурга вот последнее время обострились отношения с выпускниками темиряжки и тем кто к ним примкнул ну вот лидер там есть свой называется ольга исакова вот сейчас она конечно и посмотрит потом этот вебинар ну через замочную скважину тайком вот и конечно будет опять шокирована опять возмущаться вот но когда-то она началась оскорбление поэтому так уж сложилась ульга извините был такой ваш шанс а многие знают уже о чем речь идет здесь у меня это это не разборка это просто информация а что касано камень 6 серия 5 4 там на той странице еще 2 3 1 видите вот это ответ на оскорбление на эту злобу причем не мотивированно мы вторгли чужую территорию я и мой брат там царствует вот эти вот страшные вещи вот там царствует злоба не к людям деревьям и получилось так что вот они шесть этих самых серий для того чтобы хотя бы часть людей спасти от этой глупости от этой дикости а перед этим было еще вебинар вот он 139 не другие не дремлют называется вот как как рада была ольга исакова когда увидела как мало просмотра где-то было 700 где-то с 200 где-то 70 вот грустно что же делать у меня канал миллион сто тысяч и она там царствует и учит убивать 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 сегодня немножко они поговорим но главное не на плане то что был профессиональный праздник которым она могла меня поздравить и могла даже попросить уничтожить вот эти все фильмы чтобы она не осталась в памяти людей уже каким-нибудь нарицательным например а эти исаковы или эти ольги вот так начинаем с праздника вот он праздник куда-то у меня делся праздник смотрим мне таких несколько сегодня поздравьте меня видите пусть скромно ну вот сыновья манджурца вот уже такое дерево я посмотрел в каком-то то ли она восприняла напрямую мои слова тепловая подушка все-таки санкт-петербург там где вообще не должны расти то ли это ее находка полет и помрет в этой тепловой подушке ольга я не знаю надо вам надо что делать сказать правильно сколько вы получили урожай 25 штук 25 косточек и вот это солище поколение будет у вас санкт-петербурге понимаете что вы написали долгожданное интересно они сладкие ароматные без горчинки уравнившие кочки вы тот человек которого я поверила спасибо вот для меня я металлург жили три брата два умных один футболист это именно это поговорка имела ввиду ольга исакова когда говорила что я какой-то металлург вот это все нет друзья смотрим сейчас доберемся до алексея с его успехами смотрите шабаев николай горыс председатель кровосы до садоводства первый гость второй гость рекалина лисад петрович вы его знаете я ознакомил с ним вот это то сочетание это как бы сказать это наша гордость я написал сибири это лучший садовод винограды умнейший человек ему бы сейчас дать какой-то скромника министерство ну хотя бы сельского хозяйства красноярского края почему кстати приехал оттуда и еще были две гости уважаемые дамы одна старший специалист отдела садоводства виноград и овощеводства красноярского красноярский край красноярский край значит министерство да министерство возглавляет 1 и из них а почему здесь нет но это все на минутку так вторая значит старший специалист главный специалист вот это вот это вот у меня была компания но самое страшное то что тот кто должен был возглавить министерство сельская красноярского края всей россии но у нас никогда понимаете мы разделили свой элита уже создана она создана не по принципу кто умнее кто удачили она создана по принципу коморства поэтому петрович ему предстоит наверное сторожить воинкомат всю жизнь вот вот это а почему я говорю а а маленькая надежда 1 десятый процент а вдруг вот приехал же вот такой уважаемый человек а вы знаете кто он был шабаев николай горыс это супер профессионал это бывший директор красноярской красноярской так ну короче селекционной станции вот и когда с ним разговаривал это было не разговор это было наслаждение с таким людьми вот мы с ними должны говорить большого экрана устраивать эти самые высшие как это называется во всем свете конференция все вот а мы тут вот весь круг вот они поговорили сделал я фильм еще покажу его может быть кто-то обратит внимание на фильм сейчас где-то у меня делся я назвал эту встречу с генералом вот он генерал видите садовый генерал в саду железово вот две серии вот они ну праздник мой состоялся будем считать что его призывали праздник сибири темницы в общем мы поняли так продолжаем это была лирика вот я жду сейчас минуту на минуту и номер сансовинич мы с ней сейчас только делали в так как-то сэлфи называется короче мы ходили дерево дерево а я не успел перенести и при говорили примерно так вот это или санна я посадил вот это не санна сергей посадил лета не санна мы вдвоем вы привали я значит как это называется обматывал следующем вы обматывали я прививал и теперь два десятка лучших саженцев и больше два десятка прекрасных саженцев они все на фотографии практически принадлежат к вам вот так вот а учитывая что у меня помогали привать господин а вы еще намного больше это был молодой сад я вам покажу на фотографии может сейчас флешку ставлю больше не успел я просто хочу сказать что вот эти люди они должны как лучшем смысле если вспомнить тусенко да обыкновенный агроном где-то выделился среди других вот как эта красивая девушка вот и быстро карьерная лестница и приседать нет президент академии наук представляете потом да потом подковерная борьба потом над коверная потом воронки кого куда вот там было так или ты сожрешь или тебя остался в памяти социальной стороны вот но сейчас пришло такое время что мы отстали настолько вот эти мои фильмы вы когда посмотрите вы придете в ужас я им аргумент не колесе дерево а в ответ ругань а нет бы сказать да вы не право или константинович ну и что что у дерева у яблони у груши усеянца усеянца подчеркиваю я очень люблю пара абрикосы сливы низкий штамп то есть почти от земли вы должны сказать я провела опыт я там ольга исакова я посадила 100 абрикосов а вы записывайте ольга если вы до вас за это дойдет я потом ниже про вас буду говорить сам принцип 100 абрикосов я просто посадил и зал когда вырос я посадила рядом чуть ли не в этот же день еще 100 абрикосов но я взяла и им сделала штамп то есть резала 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 вот как ее вот как она учит на тех страницах и еще третью сотню всего 300 а для этого а я же я обещал косточки подарить я бы папа папа поклялась боеве тысячу подарил но не все взойдут тысячу костю за которые будут содрал по из нее двадцать пять тысяч если бы она была это не особый случай и вот третья сотня из тысячи остальные будем считать там не пошли не проснулись а третья сотня приведите появились еще вы можете я бы помог вот и советами как она третье сотни значит привитые но штампа опять сделано уже привитые а потом покажу схемы из старинных и старых них которым она молится и не понимает что жизнь прошла дальше и четвертая сотня привитые но не тронуты и вот они 100 100 100 и 100 100 искалечены не привитые искалечены не привитые и 100 нетронутые привитые 100 нетронутые ну куда понять не проходит несколько лет и она говорит железов дурак он все нервы вымотал вот он людей смущал вот а я взяла я это самое ольга писакова и доказала если мы искалечить штамп если ему сделать 10 20 ран на штампе она будет дольше жить она будет более морозостойка она даже все годы больше урожай ваулин он же все сделали директор института он полностью по моей схеме не подходить вот так звучало и вот его ученый труд и вот результаты она доказала что саженцы надо начиная с этого возраста молодого уничтожать то нет не то слово еще не сажать колеси колеси калечить вот вот это было бы по науке а вдруг она права а вдруг и обязательно нужен штамп и привитому не привитого что потеряет морозостойкость ну что ж то облепли от грибы потом облепли от эти самые гусеницы облепли от эти три ну что а вдруг больше правду урожав то есть меньше листья а листья и урожая это одно и то же чем больше площадь суммарной листью тем больше урожай, тем больше глюкозы. Я вам покажу эти схемы, я вам покажу, что такое глюкоза, друзья. Вот. Вы понимаете, наступил момент на мою сторону. Я думаю, почему я жду её сейчас, она там должна вот-вот подъехать. Почему я, лучшая студентка госуниверситета, обратилась ко мне и три года мы с ней работаем в паре. Я шутю говорю, четвёртый год, никак практика её производства не заканчивается. Почему? Она на моей стороне. А ещё Ольга Исакова. На моей стороне Байкова Галина Николаевна. Директор ГСУ. Когда я поедил по саду, показывал, рядом с нами ходил Курдёма. Выпускник Тимираджики, который вы сказали, что он выпускник Тимираджики, ну неправильный он какой-то. Правильно, неправильный. Книгу со мной одну написал, на двоих. Вот. И вот мы ходили, Байкова. Вы почему в научных журналах не печатаетесь? Вы почему не печатаете? А что я должен был сказать? Вот после этого грустного... А, этот самый. Турсун Тускобилов сказал, давайте мой телефон. Пусть только ещё вас попробуют обидеть. А он тоже кандидат наук. А, кстати, его кандидат наук, не помню. Вот. И зал лаборатории. Абаканский институт аграрных проблем. Что, мало? На моей стороне. А это не значит, вы понимаете, ещё... Это агротехника, друзья. Я же не просто так говорю. Когда я приехал к Байкову знакомиться, у неё в саду не было ни одной травинки. Только вот детрактор вот так обидел ствол дерева, штамп, да, вот так обидел вместе с культиватором, вот, или с этим самым случильником, вот так вот раз, и немножечко вот тут травы. Вот столько вот. А всё остальное чёрное. Но это-то не помешало нам дружить. Это не помешало ей помогать моему сыну Сергею. Ольга Исакова его, извините за выражение, оскорбили, просто оскорбили. Ух, какое лицо! Вот сейчас так хочет лопаток огреть в этом роде. Вот. А Байкова ему помогала. А он ваш, а он этот самый агроном. Ну что, вся задача, друзья, поняли, с кем это спич, к чему прям было. Наших должно быть больше. Я сказал председателю, вот этому товарищу, господи, вот повезло, у меня ещё мужик. Вот. И знаете, он мне сказал уже не это, не для протокола. Николай Егорьев сказал мне, если бы мне ещё была бы одна жизнь, я бы её прожил так, как вы. Но директору сервизионной станции это не дано, сами понимаете. Полная свобода уже лежала. Вот. Ну, в общем, вот так. И вот он взял и сказал, это я ему, теперь я ему в ответ. Я сказал, представление, штучное изделие. Вот. Если она пойдёт обычным путём, ничего страна от неё не получит. Ничего. Вот. А это просто я нашёл старое. И так легко находить это всё в наше время. Так вот, для Елены Савельевича, она этого не слышит, может, чтобы не зазналась. Ей должна быть очередь с предложением из Москвы Евросоюза. Я говорю, ведь когда-то всё равно дойдёт до Москвы. Ведь уведут. Уведут, она говорит, никуда я в Сибирь не вёл. И так искренне говорит. Вот.